Volkswagen Passat настолько популярный автомобиль, что на вторичном рынке при условии хорошего состояния собственники прекрасно продают их, даже по завышенным ценам. Наш Passat в кузове B5+. По сути, это тот же B5, только в 2001 году он претерпел рестайлинг, который коснулся внешнего вида автомобиля и лишь немного изменил его технически. Обновленную машину и назвали B5+. Наш Passat 2002 года выпуска. У него двигатель 1.8 Turbo, автоматическая коробка передач и в данный момент пробег 190 тысяч километров. Семейство Passat 5-го поколения B5 выпускалось с 96-го года. Эта серия Passat была унифицирована с однотипными Audi A6 и A4, что позволило оснастить его более мощными и современными двигателями. Пятая серия предлагалась двух вариантов кузова – седан и универсал, то есть вариант. Моторов большое количество. Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Линейка бензиновых моторов была представлена агрегатами с рабочим объемом 1.6 литра 101 л.с., 1.8 л.с., 1.8 л.с., 2.3 л.с., 2.3 л.с., 2.8 л.с. 193 л.с. и флагманским четырехлитровым – 275 л.с. Кроме того, предлагался и турбированный мотор 1.8 – 150 и 170 л.с. Список дизельных моторов не так велик. Его представляют 1.9 турбодизель 110 и 130 л.с. и 2.5 турбодизель 150 л.с. Мотор 1.6 – один из самых малораспространенных в России. А зря. Мотор простой, четырехцилиндровый, надежный и, соответственно, ремонтопригодный. Да и обслуживание его стоит очень дешево. Есть случаи, когда 1.6 ходил до полумиллиона без капиталки и каких-либо серьезных вложений. В основном ресурсы этого двигателя – 350-400 тысяч километров. Перечень возможных неисправностей очень скуден. Большинство собственников отмечают лишь повышенный расход масла и то после 200 тысяч километров пробега. 250 тысячам, скорее всего, понадобится замена прокладки головки блока цилиндров. И приблизительно в то же время возможно появление трещины в выпускном коллекторе. Пожалуй, единственный существенный недостаток мотора 1.6 – это малая мощность. Но при этом большой расход топлива. 13-14 в городе и 8-10 литров на 100 километров за городом. Атмосферник 1.8 – тоже очень хороший мотор. Он ходит до капиталки также 350-400 тысяч километров. Но большой расход ожидает вас где-то в районе 200. Придется менять натяжитель цепи. Расход на замену составит около 15 тысяч рублей. Лучше, конечно, диагностировать проблему заранее в сервисе, но понять, что что-то не так, вы можете по звуку, который будет раздаваться из-под капота. Цепь начинает греметь. При пробеге в районе 200 тысяч километров растет расход масла. От литра до полутора на 10 тысяч километров пробега. Но также где-то в это время, скорее всего, понадобится заменить высоковольтные провода. Бензиновый двигатель 1.8 с турбонаддувом, как раз как у нашей машины, самый хлопотный в эксплуатации. Проблемы напрямую зависят от возраста мотора. В первую очередь они возникают из-за потери герметичности уплотнений в местах соединения элементов системы воздуховодов к двигателю. Появляется подсос воздуха и неустойчивая работа двигателя с провалами в оборотах, ну и, соответственно, в тяге. К 182-100 тысячам километров многие владельцы обнаружили у себя на консоли горящую масленку. У нашей машины пробег для этого тоже подходящий – 190 тысяч километров. Но и масленка долго себя ждать не заставила. Часто причиной становится забитая сетка маслоприемника. А для того, чтобы ее почистить, необходимо снять поддон картера двигателя. Катушки зажигания на этих моторах ходят 140-160 тысяч километров, а иногда их замена требуется и пораньше. Концерн Volkswagen Audi даже признал это заводским дефектом. И на специализированных автосервисах при своевременном обслуживании меняли катушки бесплатно. На этом моторе, так же, как и на 1.6, примерно на 160-180 тысячах километров пробега вы можете услышать стуки из-под капота. Это гидронатяжитель цепи. Также приблизительно к этому времени может выйти из строя опора двигателя. К 200 тысячам турбированный мотор иногда начинает очень здорово кушать масло. Иногда расход достигает 1 литра на 1000 километров. Помочь или хотя бы немного снизить расход может замена маслосъемных колпачков. На 180-190 тысячах начинает гнать масло и турбина. Ну а вскоре потребуется ее замена. Сразу после 200 ждите необходимости замены датчика массового расхода воздуха. И где-то в это же время необходимо будет чистить дроссельную заслонку. Многие машины с таким мотором 1.8 турбо пришли к нам из Америки или Канады. В принципе, в этом нет ничего плохого. За исключением того, что у них часто были очень большие пробеги, скрученные перед продажей. Так что будьте аккуратны. Вообще, американские машины легко узнать по спидометру с основной шкалой не в километрах, а в милях. Отражателем на бампере и выштамповке под номерной знак иной формы. Passat из Америки в большинстве случаев с автоматической коробкой и в богатой комплектации. Сейчас в силу возраста автомобилей цены на наши дилерские, европейские и американские Volkswagen Passat тех лет практически сравнялись. Возвращаясь к моторам, можно сказать, что остальные бензиновые моторы, помимо вышеупомянутых, намного менее распространены. Все они без проблем ходят по 200 тысяч километров, кроме флагманского 4-литрового W8. Если же вы принципиально хотите купить машину с дизелем, то проблем у таких моторов немного. Одна из них – распредвал. Установлены их два, замена обойдется приблизительно в 30 тысяч рублей. А вот на пробеге побольше, порядка 250 тысяч километров, еще, скорее всего, понадобится замена топливного насоса. Моторы работают в паре как с механической, так и автоматической коробками передач. Механические коробки устанавливались нескольких типов – пяти- и шестиступенчатые. У некоторых автомобилей с механической коробкой передач при включении передач, а также при попытке притормаживать коробкой, могли возникнуть толчки, рывки, неприятные звуки. А причина – в люфте между внутренним шрусом и валом привода. 250 тысячам километров под замену попадут выжимной подшипник и маховик. А стоимость замены здесь варьируется от 12 до 25 тысяч рублей. Коробки «Автомат» устанавливались двух видов – классическая четырехступенчатая и пятиступенчатая с возможностью ручного переключения передач «Тептроник». У нас именно такая. Среди возможных неисправностей после 250 тысяч километров возможен отказ маслонасоса коробки, перегрев масла и вследствие выхода строя гидротрансформатора. Если у вас вдруг начались на большом пробеге перебои в работе коробки, то, возможно, как раз причина и кроется в перегреве масла. Тогда нужно срочно промыть радиатор двигателя, которым в том числе и охлаждается масло КПП. Если хотите сохранить коробку живой и здоровой HD 250 тысяч, не забывайте вовремя менять масло и фильтры. К коррозийной стойкости кузова больших претензий нет. Если только автомобиль не был в ремонте или ДТП. На взрослых посадах небольшие очаги коррозии возникают в местах, предназначенных для установки домкрата – на передних крыльях по аркам и под подкрылками. Забитые дренажные отверстия под аккумуляторной батареей, а также под вакуумным усилителем тормозов, могут стать причиной болота в подкапотном пространстве. Также со временем мутнеют фары, как раз как у нашего пассата. На десятилетних машинах воду в багажник часто пропускает состарившийся уплотнитель багажника и задних фонарей. В посадах почтенного возраста вода – не редкость и в салоне. Причина – либо в дренаже системы кондиционирования, либо в герметичности тросика открытия капота. Сверчки со временем поселяются на стыке лобового стекла и торпеда в районе прикуривателя, а также в районе задних кресел. В остальном же про салон посада можно сказать, что свои 200 тысяч километров пробега он пережил с большим достоинством. Он был и остается очень красивым. И смею предположить, что вот это вот рваное сидение – это скорее особенность данного конкретного автомобиля. Подвеска на Volkswagen Passat B5 ходит около 150-200 тысяч километров. К 180 тысячам сдаются амортизаторы, а к 200 – рычаги передней подвески. Комплект из восьми рычагов стоит от 14 до 30 тысяч рублей. Оригинал прослужит порядка 100-120 тысяч километров. Есть аналоги, есть европейские, которые где-то процентов на 20 дешевле, а служат приблизительно столько же. А есть китайские, которые дешевле значительно, но ходят они не более 40 тысяч километров. Система рычагов на B5 и B5 Plus абсолютно идентична. На машины после 2003 года стали устанавливать на нижний рычаг тонкий палец шаровой. Подвеска машин до 2003 года идентична Audi A4 образца 1998 года. Ступичные подшипники, пыльники, шрус, рулевые наконечники выдерживают здесь аж по 250 тысяч километров. Распространенная болезнь тормозной системы – попадание воды в вакуумный усилитель. Датчики АБС служат до 100-120 тысяч километров, а сам блок АБС где-то до 200. Передние тормозные колодки ходят 30-40 тысяч километров, задние 50-60, а вот диски – это от 100 до 150 тысяч. Электрика начинает доставлять проблемы после 200 тысяч километров пробега. Первыми сдаются микро-ключатели в замках дверей и багажника. Если перестали загораться лампочки на панели приборов, скорее всего закисли контакты под электронным блоком управления двигателя. Для профилактики достаточно побрызгать на контакты ВД-40. Краш-тест B5 Plus проходил в 2001 году. За защиту взрослых при фронтальном ударе автомобиль получил 5 звезд. При боковом ударе – 4 звезды, а вот о защите пешеходов совершенно не подумали – 0 звезд. Ранее ситуация с угонами пассатов B5 и B5 Plus была очень печальной. Однако же с тех пор сменилось несколько поколений пассатов. И эту машину сейчас не угоняют. С бюджетом в 300 тысяч рублей такой пассат – это хороший выбор. Обслуживать эти машины очень легко. Запчастей огромное количество. Можно купить и неоригинальные, и поддержанные. Да и в неофициальных сервисах сейчас такие пассаты можно обслужить очень дешево. А реальные, серьезные проблемы начинаются не ранее 200 тысяч километров пробега. Можно купить машину и дешевле 300 тысяч. Но, скорее всего, пробег будет скручен, а сам автомобиль будет в плачевном состоянии. Субтитры сделал DimaTorzok